Туристическая отрасль Парижа до сих пор не может прийти в норму после терактов, произошедших полгода назад. 130 человек были убиты террористами-смертниками в популярных туристических местах города. 89 из них – в Театре Батаклан, где выступала американская рок-группа. Французская столица – один из самых посещаемых городов в мире. В 2014 году здесь побывало 32,2 миллиона человек. В то же время исследования показывают, что уровень бронирования отелей здесь снизился на 12%. По данным компании MKG, из-за ноябрьских атак парижские гостиницы в период с января по апрель этого года потеряли около 200 миллионов евро дохода. При этом в сельской местности заполняемость отелей возросла на 10%. «Это правда, что несмотря на все инциденты, ситуация в гостиничном секторе достаточно хорошая. Мы также должны понимать, что в Европе положение особое, особенно в столицах. Например, столица Франции страдает из-за последствий некоторых событий». В связи с нападениями в Париже у таких достопримечательностей, как Эйфелева башня и Лувр, а также возле многих станций метро, стало больше полицейских. Некоторые туристы говорят, что не очень переживают о безопасности, другие же отмечают, что страх перед нападениями сохраняется. «Когда это произошло, то это казалось страшным. Но я всё равно буду ездить в Париж. Ведь это один из самых красивых городов в мире. Так что даже если что-то случится здесь, это не остановит меня от поездки в город и посещения Эйфелевой башни». «Я всё ещё немного боюсь, когда вспоминаю то время. Но одновременно я наслаждаюсь каждой минутой». Франция находится в режиме повышенной готовности с января 2015 года. Тогда исламистские боевики убили 17 человек, напав на журнал «Шарли Эбдо» и кошерный супермаркет в столице.